Друзья, настало время нашей ежедневной рубрики, которая называется «Мифы о церкви». Сегодня мы разберем и развенчаем несколько ложных утверждений. И первый из них такое – пост только для монахов. Обычным людям поститься не обязательно. Что скажете больше? Я скажу, что иногда бывает так. Ложные утверждения базируются на каком-нибудь правдивом. Так вот, основа здесь действительно правдивая. Дело в том, что монашество – это наиболее строгая форма христианства. И монашеские уставы, они более строгими являются. А это в течение года очень заметно. И служба у них другая, и пост у них более строгий. А вот в одни четыридесятницы, в одни Великого Поста у нас на приходах и в обычной жизни все теперь похоже с монастырем. Поэтому он и считается великим, и является таким строгим. Потому что есть служба у нас по монастырскому уставу, и строгий монастырский устав у нас в пище. Следующее ложное утверждение. Чем меньше еды человек употребляет во время поста, тем больше грехов ему проститься. Но, друзья, все не так просто. Что скажете? Поможет, да, конечно. Поэтому и постимся, что помогает нам увидеть себя грешниками. Но это максимум, чем мы можем достигнуть. А вот простить – это уже не в человеческой власти. Господь прощает. Но прощает после того, как ты увидел и обратился, сказал, вот, теперь я вижу, теперь я знаю, Господи, помоги мне. Следующее утверждение. Пост ввели потому, что это полезно для здоровья. Есть часть правды в этом. Не будем спорить. Посмотрим на монахов. Они живут подолгу. Почему? Потому что они не едят ничего лишнего, ничего такого, что вредит здоровью. Действительно, пост полезен для здоровья. Это такой детокс. Но там есть еще и детокс для души. Причем это даже главнее. Это важнее. Потому что вот когда ты, например, не ешь мясо, ты вспоминаешь, что это до Ноя не ели люди мясо, а после Ноя в силу своей греховности стали есть. И так у тебя есть под к смирению, к покаянию. То, что ты не ешь, теперь ты уже перестал гордиться. И знаешь, обратили внимание, что определенная пища или напитки спиртные, они способствуют вот такому человеческому вожделению, физическому, такому не ангельскому состоянию. А наоборот, когда ты отказываешься от этой пищи, от этих напитков, жизнь становится лучше, легче становится жить. И только физически, но и духовно. Спасибо батюшку большое. Вы развенчали все мифы на сегодня.